На самом деле у меня на втором мониторе есть нефть, но нефть не столь важна. Так, я кого-то сейчас слышу в эфире. Так, следующее. У вас лично есть предпочтение к приводу? Не загружается ли много информации? Предпочтения к приводу, еще раз говорю, нет. Вы можете выбрать любое на свой вкус. Советую Light Trade Scalping. Вопрос. Не загружает ли много информации мозг? Не прощает ли и не проще ли вообще убрать ленту, сделать и веб принципиально ставить? Поскольку то, что сейчас стоит, нет, все нужно. Много информации, согласен. Но, собственно, с опытом я научился понимать ее как напрямую, так и косвенно. Соответственно, она мне не мешает. Я вам признаю, первые три месяца моей торговли, когда я только учился, поводы вообще, особенно западники, были для меня статичны. Это говорит о том, что я на них не ориентировался. Так, следующий вопрос. Вы сказали, увидел точку входа, вхожу в позицию. А как увидеть точку входа? Собственно, об этом мы будем с вами разговаривать на групповом курсе, то есть 22 апреля. Я об этом еще сейчас скажу. То есть все сейчас за полчаса, я не могу просто вам выдать. То есть достаточно много информации. Какую-то часть я сегодня уже рассказал, какую-то часть мы еще с вами обсудим. Более детально все эти моменты будут обсмотрены на групповом курсе. А шилочку я сброшу в Skype, в чат. Так, сейчас пока на рынке входа не увижу. Вот сейчас, да? Сейчас я больше жду. То есть для этого духа, сейчас больше кэшу. Увижу сделку? Сделаю. Не увижу? Специально делать не буду. Да, то есть говорю сразу. Так, следующее. Нужно ли приучать себя закрывать сделку постепенно? Постепенно, как сейчас было. Вы частично закрывали. Или можно сразу весь объем купить и продать? Я стараюсь покупать сразу весь объем, либо докупаться в небольшом диапазоне открытия. А вот закрываюсь я частями. Особенно, если захожу на разные объемы. То есть 40-50 контрактов я стараюсь закрывать частями. То есть процентов 25 оставляю всегда до последнего. То есть на все движение. Вот. Соответственно, пока, собственно, не вижу точек входа, расскажу немного о групповом курсе, который состоится 22 апреля. Данный курс, он будет состоять из нескольких занятий. 5 занятий именно по WordPress и плюс 1 занятие бонус по МВБ. То есть именно скарпинг тоже на МВБ возможен и еще как возможен. Вот. Соответственно, это все будет на групповом курсе. Мы будем с вами заниматься. Вы также будете подключаться через подобную программу. Дистанционно задавать не вопросы. Я буду торговать вживую все это время вам объяснять, обсуждать. И будем работать в команде. Что очень важно, работать в команде. Не по одному, а в команде. Будут созданы специальные чаты, в которых будет происходить общение для эффективной коммуникации между занятиями. То есть мы с вами позанимались 1 час-1,5 часа. А между занятиями, если какие-то вопросы есть, они задаются через чаты. Будет живая торговля и плюс интерактивное общение. В конце каждого занятия будет даваться домашнее задание. И в начале занятия будет разбор домашних заданий. Это очень важно. Обратная связь, я считаю, одна из самых важных в обучении. То есть нужно давать обратную связь. Соответственно, она у вас будет. Будем весь этот период взаимодействовать вместе. Период около месяца. То есть весь этот курс растягивается на месяц. Плюс после этого курса у нас будет возможность продолжать взаимодействие, собственно, общаться. Я всегда за такое общение. Так, пока в кэше, пока не захожу в сделки. Пока больше жду. А сейчас я в чат, собственно, сброшу ссылку на данный курс. Вы сможете просмотреть, задать вопросы. И давайте мы вернемся снова к рынку. Что же есть такое здесь? Вопросы. А как быстро вы ходите по стопу? Единственная просьба. Если вы пишите, пожалуйста, в чат, пишите все участники. То есть не пишите только о персоналах, а то будет создаваться эффект, что я общаюсь сам с собой. Хорошо? То есть когда задаете вопрос, пишите, отправить всем участникам. Тогда будут все ваши сообщения видеть. Спасибо за понимание. Вопрос. Как быстро вы ходите по стопу? То есть зашли от уровня в стакане, определили точку входа, если ошиблись. В случае, если ошиблись, то выходите не глядя. Или бывает, что сидите дальше. Или же жесткая дисциплина. Самое важное – это риск и money management. То есть если высокая волатильность, то я могу себе позволить чуть больше стоп, чем, допустим, 50-70 пунктов. То есть, допустим, может быть, 100 пунктов, может быть, 150. Но это будет редко в зависимости от волатильности. Конечно же, в зависимости от волатильности. К примеру, первые два месяца этого года, январь и февраль, которые были, волатильность была очень низкая. Там, соответственно, стопы были пунктов 40-50. То есть больше не имело смысла. И потенциалы прибыли тоже были пункта 200. Если проводить сравнение августа 2011 года, то я вам скажу так. Когда меня закрывало минус 250 по рынку, я был счастлив. Наши стопы зависят от волатильности. Я вопросы вижу, сейчас на них отвечу. Соответственно, на текущем рынке стопы 70-100 вполне оптимальные, а даже 50-70. То есть можно найти входы с небольшой просадкой. Так, вопрос. Курс платный? Да, скорее всего, он платный. Пройдите по ссылке, там все написано. То есть какие занятия, когда все проходит, естественно, курс платный. Насколько бывает средняя просадка капитала? Смотрите, я просадку по капиталу не смотрю. То есть если рассматривать торговлю, к примеру, через, допустим, внутри дня такую, или позиционную, когда вы очень долго переносите позиции, то там, конечно же, вы ставите стопы по процентам, где-то 2%, где-то 0-2%. То есть я таким не занимаюсь. То есть у меня есть стоп на количество контрактов. Если я торгую, допустим, за все контрактами, то норма прибыли в день около 500 рублей на один контракт. Соответственно, это норма прибыли в день по просто 10 тысяч рублей. То есть я для того, чтобы мне статистически зарабатывать, мне нужно... Сейчас мы рекомендуем. Мне нужно, соответственно, закрываться больше плюсов, чем минусов. То есть если я могу в день заработать 10 тысяч рублей, то потенциал убытка будет для меня 5-4 тысячи рублей, не больше. То есть я не смотрю по процентам, мне, в принципе, на капитал все равно. Вот так сложилось. То есть когда я совершаю сделки, в каждой сделке я могу зайти на 10, на 20, на 50, на 80 контрактов. И этот риск будет у меня в пунктах. То есть риски в процентах я не считаю, только в пунктах. Какой доля капитала торгуете? Могу зайти на все. То есть так как скальпинг – это точный вход. То есть в чем плюс, в чем фишка скальпинга? Потому что когда вы торгуете, вам не нужно выслеживать большие просадки. Даже если цена не идет в вашу сторону, вы можете четко контролировать ваши риски и закрывать небольшие минусы. То есть в таком случае это вам позволит залить весь капитал. То есть практически на 100% зайти в сделку. И вы не получите маржин колл в привычном понимании этого слова. То есть если цена пошла против вас, вы на все плечи загадались, вас закрыло. Нет. Здесь вы очень четко контролируете. То есть вы не даете вашему убытку расти, но вы даете вашей прибыли расти. Поэтому могу здесь зайти на весь капитал. Но в целом пытаюсь сделать так, чтобы у меня около 50%. То есть заходил на 50%. Плюс-минус. Если, как называется, увидел верняк, то могу залиться больше. А пока... Видите, вот сейчас, да? Собственно, я сейчас ищу точку входа. Вот я сейчас с вами общаюсь и ищу вход. Но его сейчас не вижу. То есть был вход, собственно, было два входа. Один на 340, другой на плюс 40. Все. Больше пока нет. Поэтому пока сижу, жду. Отвечаю на вопрос. Так, вопрос. Входите по рынку или лимитка? Я могу войти по-разному. Если не успеваю зайти, то хожу по рынку. Пытаюсь зайти, конечно, лимиткой. Особенно это связано с переходом финансового контракта на индекс РТС на новый шаг цены в 10 пунктов. То есть, когда было 5 пунктов, заходил только по рынку. Сейчас стараюсь лимиткой. Ну, очень дорого это получается. Особенно если я захожу, допустим, на 20, на 30, на 40 контрактов. Те же самые 10 минут это уже до 1000 рублей заходит. То есть неприятно. Следующее. А почему при входе не ставите стоп? Стоп очень просто. Стопа нет на бирже. Вы же, наверное, знаете. Стопа, в принципе, на бирже нет. Поэтому оставлю стоп, не поставлю, сам закроюсь. То есть какая разница. Единственное, что если я поставлю стоп, то есть я могу это сделать. В принципе, в любом современном приводе это можно сделать. Если поставлю стоп и будет вынос вниз на 500 пунктов, я вас уверяю, меня закроют на самом минимуме этого выноса. То есть меня закроют по самой худшей цене. Я это уже проходил. Многие среды, с кем я взаимодействую, это проходили. Поэтому скажу так. Стопа я не ставлю. Поставите стоп. При мощном выносе вас закроют по самой плохой цене. А так я смогу закрыться сам. Если бы стоп был на бирже, то его, к сожалению, там чисто технически нет. Какое среднее время удержания сделки по времени? От нескольких секунд, как я уже говорил, до нескольких часов. Сейчас пока кэш посмотрю в ланги, но не захожу. То есть, может кто-то ожидал, что я буду сейчас бить сделки, по сотне, по тысячу сделок за этот промежуток времени. Но скальпинг или внутридневная активная торговля, она немного по-другому сейчас строится. То есть, да, это активные сделки. Да, я могу сделать, в принципе, и 100 сделок в день, если я их вижу. Вот в данной интерпретации я вижу, что в каждой сделке риски у меня будут больше, чем мой потенциал прибыли. Поэтому, сделав несколько сделочек достаточно хороших, я ищу новый ход. По поводу времени удержания в сделке. От нескольких секунд до нескольких часов. Вот здесь у меня было время удержания, по-моему, несколько минут. Вот буквально вчера, позавчера удерживал позицию около часа. То есть, для того, чтобы вытащить свои 500-700 пунктов, мне пришлось стоять целый час. И это нормально. И это будет скальпинг. Потому что я не просиживаю большие минусы, я, собственно, торгую в ход движения. Если идет, то я иду. Так, смотрю к ангарам, но не захожу. То есть, упустил хорошую точку входа чуть ниже, вот здесь, ниже 130 тысяч, но не заскочил сюда. Так, сколько пунктов на контракт сделали сегодня? Сколько пунктов на контракт? Если вы спрашиваете, вытянули ли это падение, скажу так, я его не вытянул. То есть, такие достаточно продолжительные движения, если признаться, то их с коротким... Нет, я бы сказал так, торгуя с целями 200-300-500 пунктов, такое большое движение, собственно, просто не ожидал его взять. То есть, я в основном работал над обой, когда были пробои вниз и на скок уже внизу после этого мощного падения вниз. Сейчас смотрю в шорт. Ну, пока в кэш. Так, задаем еще вопросы. Задаем, потому что пока, собственно, не вижу входа. Пока в кэш. Так, а почему было по 270? Была хорошая точка, не обязательно по 270. Ну, вот, собственно, снизу, когда МВБ мощно выдавили вверх, получилась такая небольшая раскрыляция. Это в момент, когда можно было ей воспользоваться. Просто, собственно, говорил, говорил, говорил и немного отлегся, пока разговаривал. Не бывает, ничего страшного. Не пытайтесь взять каждое движение. То есть, на рынке нужно брать то, что понятно. Каждое движение просто не возьмете. Если будете заходить во все, что движется, то есть в каждый импульс, то, скорее всего, вы потеряете деньги. То есть, вы будете суетиться, это будет суета, это будут нервы, и вы, скорее всего, их потеряете. Поэтому ждите, дождите свое движение, заберите свои 500-400 пунктов и, собственно, заберите ваш кофет. С какими стопами работали сегодня, когда поняли, что ВОЛА подкачила? Ну, 100-150 по-другому было очень сложно, потому что просто заходишь, глазом не моргнул. Уже, собственно, плюс 150, либо минус 150. То есть, такое бывает. Прошу назвать несколько точек хода. Не так-то просто их назвать, нужно к ним подойти. То есть, это различные факторы, их достаточно много. Более детально мы именно по точкам хода, по форматам с вами будем рассматривать на групповом курсе на ГК 22 апреля. Вот сейчас, когда сомневаюсь в сделке, просто тоже стоит в крыше. То есть, было тоже сейчас, хотел зайти к лонгам, но засомневался и не зашел. То есть, когда я сомневаюсь, я пытаюсь себя не заходить в сделку. То есть, если засомневался, но сейчас смотрю к лонгам выше. Сейчас пошел лонг, но спорный момент на самом деле. Достаточно спорный момент. Попытались выдавить вверх, но, в принципе, 40 пунктов это не та цель, ради которой я зашел сюда. Да, в принципе, западники падают, поэтому сейчас буду искать точку на выход. То есть, тебя вверх пока не выдавливает сильно. Так, еще пока стою. Сейчас я вопросов не вижу, потому что есть рынки. Не-а, пока не идут. Да, я вышел, вышел плюс 20 пунктов, пока особо чуть-чуть не дождался. Такое тоже бывает, но выскочил. То есть, я не пошел в движение, а засомневался и вышел. То есть, возможно, они пойдут сейчас без меня. Так, какой основной таймфрейм? Их несколько, по сути. Основной таймфрейм 5-минутка все-таки. Вопрос. Уровни ищите в стакане или на графике? А в целом я работаю по совокупности факторов. То есть, не только в стакане, но и графике, конечно. Так, какой инструмент, в первую очередь, смотреть при выборе точек-кода в качестве поводы? В целом, опять же, на совокупности. То есть, по одному бывает редко. Ну вот, вышел с лангов, в принципе, и правильно сделал, что вышел. А шортов там не видел. Скажу так, шортов не видел, поэтому сейчас в кэш. Сейчас уже, кстати, осталось 15 минут до закрытия. Я обычно последние 15 минут даже не совершаю сделки. Если буду, то буду заходить. Так, и как долго вы торгуете? Как долго? Ну, 2,5-3 года скальпингом занимаюсь. Так, дальше. Какой объем указан у вас в переводе? Как большой? Похожий? 500? Почему? 500. Ну, субъективное такое мнение по поводу 500. То есть, это уже по наблюдениям. Пока не буду сюда заходить. Сейчас последние 15 минут. Может быть, могут быть неадекватные движения? Нет. Были ли у вас отрицательные итоги? Да, были. На лосе случается, когда лось геотентирует и не дает ударить по закрытию позы. Бывает такое, бывает у всех. Итак, я сейчас буду передавать слово Ахипову Андрею. Буду оставаться на связи. То есть, в конце, если будут вопросы, я обязательно на них отвечу. Я никуда не ухожу, просто буду отключать свой микрофон. Вот. Сохраните вопросы, я после на них отвечу. Андрей, прием. Александр, слышите меня? Добрый день, добрый день. Я обыключаю свой микрофон. Так. Добрый день, дамы и господа. Здесь меня слышно. Так же, как и Александр. Так, Александр, я вас забираю, право докладчика. В общем, по сути, да, пока я буду показывать привод, по большому счету, вы можете задавать вопросы Александру. Ну и, собственно, правильными тоже, потому что я тоже посмотрел чат. Я, в общем-то, на них на все отвечу, те, которые ко мне были обращены. Значит, давайте я покажу привод. Да, тут уже осталось 10 минут. Надеюсь, как раз времени под это дело хватит, потому что я, в общем, просто демонстрирую возможности работы программы. Мы работаем с компанией под названием КФТ. У них есть целая серия торговых терминалов. Есть LifeTrade терминал. Это обычный торговый терминал типа ГВК. И есть целая группа дополнений. Например, одна из них – это LifeTrade скальпинг, «Стакан» и вообще инструментарий для скальпинга. Его можно скачать отдельно, а не как дополнение к основной программе. Потому что большинство внешних программ, они, естественно, имеют возможность коннектиться со скальпингом как в плане получения данных, так и в плане отправки заявок обратно в квик. Перед вами настроенный, да, настроенный рабочий стол со стаканом, который транслируется из квика, с позициями, которые были. Вот сегодня я тут упражнялся, открывал-закрывал. И, соответственно, с текущими инструментами. Также можно вывести график, можно вывести, в общем, до графики других инструментов. Кастомизация этого терминала на очень высоком уровне. То есть все окоши, которые вы видите перед собой, можно расположить, как хотите. И, кроме того, они могут быть просто отдельно друг от друга. Плавать по рабочему столу. Часто не очень модно. Как я уже сказал, очень простой в функционале терминал, но предоставляет также очень много возможностей. Возвращение заявок один кликом. Кликнули-выставили, кликнули-выставили. Я думаю, что особых проблем быть не должно. Очень удобно. На самом деле, я не часто сталкиваюсь с какими-то скальпельскими вещами. Но вот такие простые в обращении вещи, которые дают достаточно в понятном виде, видимо, интродейльная рынка, для меня было приятным удивлением. И, в общем-то, возможности работы по стакану через один клик тоже, в общем, меня сегодня порадовали. Стакан, как видите, похож на тот, который показывал Александр, с какими-то определенными, может быть, общениями, но основной информацией в плане, например, представления информации, где большие объемы стоят. Ну, перед вами стакан не фьючерсы на индекс РТС, а фьючерсы на актив Сбербанка. Тем не менее, в принципе, все то же самое с ликвидностью, с количеством мельчайших заявок в стакане немножко похуже. Ну, и спред сейчас уже к вечеру стал расширяться. Днем он, ну, буквально был один-два пункта. Как я уже сказал, очень удобно выставляются заявки. Полностью кастомизируемый интерфейс. Помимо обычных заявок, лимитных, устанавливаются настройки для стоп-лоссов, для стоп-заявок. Часто, конечно, ими не пользуются. Я, в общем-то, согласен с Александром, что если стоп не стоит на бирже, то есть высокая вероятность того, что внутри дня будет сильнее склиз, и, в общем-то, исполнение заявки будет не по самым лучшим ценам. Из приятных дополнений возможности выставлять лестницу. Например, выставляем, то есть, одновременно несколько заявок через один клик. Сдаем количество ступеней, шаг объема и, соответственно, шаг цены. И буквально через один клик можем выставить эту лестницу, которая быстро-быстро появляется. Вот, то есть тоже очень удобно. У вас есть обычные стаканы, которые мы с вами видим в Квике. Удобная возможность видеть заявки в стакане по тем ценам, которые еще не вылезли в видимую область и пока скрыты от глаз всех желающих. Открыл сделку. Один шорт на один контракт. По большому счету никакой системы тут я не использую. Просто желание продемонстрировать, как, собственно, совершаются сделки, скорость их выставления. Как видите, от открытия, соответственно, от клика до непосредственно проведения операций задержки практически нет. Поэтому, кого волнует вопрос именно скорости выставления заявки, то здесь все решаемо. Кроме того, как сказал Александр, если не совершать тысячу сделок в секунду, то, в общем-то, скорости Квика и скорости связи Квик Лайфтрейд это вполне достаточно. То есть где-то, если задержка там одна десятая секунда, то, в общем, вот такой рынок это вполне, на мой взгляд, нормальная скорость. Ну, там сравнивают скорость подачи заявки из Квик Лайфтрейда в Квик Лайфтрейд. Ну, в общем, при желании можете потом проверить. Все это удачно срабатывает. Кроме того, кстати, для желающих торговать с помощью роботов есть прекрасная возможность. У Квик Лайфтрейд есть отдельный не торговый терминал, а, как я уже сказал, дополнение к своему основному терминалу. Роболаб, по-моему, называется. Соответственно, вы можете здесь, можете в этом дополнении разработать робота и, соответственно, внедрить его именно сюда. А у меня под рукой торгового робота нет, но по возможности присоединения торгового робота к стакану здесь, конечно, существуют. И алготрейдеры, я думаю, будут весьма довольны такой возможностью, поскольку не всегда в тех торговых терминалах есть возможность разрабатывать полноценного торгового робота. Тут могу сказать, что у товарищей из Квик Лайфтрейда получилось очень хорошее и сильное решение. Что еще интересно? Ну, в общем-то, все как обычно, функционал не сильно отличается от того, что показал Александр. Вот что-то, да, под конец дня решили дарить Сбербанк. Ну, удачная у нас волатильность наверх. Решили порадовать немножко. Вот. Значит, насколько я знаю, наши коллеги из Алаба работают с разными приводами и, по большому счету, в процессе обучения, если вы воспользуетесь, и курсами, то сможете как раз в течение двух недель попробовать совершенно бесплатно этот скальперский стакан. В дальнейшем можете приобрести его по 397 рублей для клиентов компании «Китфинанс» скидка 10%. Мне кажется, что при потенциале прибыли, который закладывается в скальперские операции, эти транзакционные издержки не настолько критичны, если касаться стоимости хотя бы других терминалов для сравнения. Вот. В общем, всем рекомендую попробовать бесплатная регистрация, установка, настройка, скидка, все очень быстро и оперативно. Я буквально потратил на это, ну, всего, сегодня минут 15. Так, давайте посмотрим вопросы. Ну, тут вопросы все в основном к Александру, поэтому... Так, поэтому, в общем-то, да, рынок у нас уже закрывается, дальше показывает скальперский привод без рынка смысла особо нет. Поэтому тут я сворачиваю свою презентацию. Так, Александр, есть у вас еще пару слов на прощение? Да, добрый день еще раз. Да, я здесь. Меня слышно, Прем? Да-да-да, слышно все прекрасно. Хотел всем пожелать успехов в торговле дальше. Всех рад был вас увидеть, услышать. Вот, если есть какие-то вопросы, может быть, если есть еще время, можно ответить на них. Я думаю, что вопросы на вас будут сыпаться как из рук изобилия, поэтому можно имитировать время там еще 5-10 минутами. И, в общем, вот, от лица компании «Титфинансы» всех благодарю за внимание. Спасибо, что пришли. Александр, очень было интересно. Честно говоря, не часто слышу коллег по цеху, но в этот раз даже я был увлечен. Спасибо большое. Спасибо вам. Все. Со всеми прощаюсь. С вами была компания «Титфинансы» и школа «Титфинансы» и «Александр Павлей» и «Архивов Андрей». Всем удачных торгов. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Продолжение следует. 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 Продолжение следует...